Приветствую всех! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. И будем ждать друзей, когда присоединятся. Борис, привет! Кинь, пожалуйста, ссылочку в чат. Ждем друзей. Спасибо за ваши репосты, за ваши лайки. Просьба поделиться этой трансляцией. И расскажу, что наболело, поэтому решила провести сегодня стрим. Нас смотрит 10 человек. Очень приятно. Привет, Елена. Напишите, из какого вы города. Минутку подождем и будем начинать. Привет, Ильдар. Привет, Лариса. Поделитесь, пожалуйста, трансляцией. Я веду трансляцию из Ростовской области. Привет, Татьяна. Кстати, вот не все из вас ведут прямые трансляции. И очень редко я вижу истории ВКонтакте. Вот у меня 7,5 тысяч друзей. Ваши истории, я вижу, может, от силы человек 10. Если вы занимаетесь сетевым бизнесом, работаете в интернете, вы должны истории писать каждый день. Ваши истории видят 24 часа в сутки ваши друзья. Сутки прошли, пишите следующую и так далее. Вот что у меня наболело. Очень часто в последнее время вижу такие объявления. Многодетная семья примет в дар кроватку. Дальше. Приму в дар джинсы. Приму в дар молокосос. Приму в дар бэушные трусы. Колготки. Может, у кого-то без галки расстался. Один человек набрался наглости попросить у меня дом. Нормально вообще? Правда, он инвалид, но печатать он умеет. Интернет у него есть. Ему от государства дали дом. Он его снял на камеру, и ему не понравился, потому что там не поклеили обои. И он сказал, что вы много зарабатываете, подарите мне домик в деревне, хотя бы небольшой, что вам стоит. Нормально вообще? И очень часто вижу вот такие вот объявления, приму в дар. И людям не стремно просить. А вы как считаете, стыдно просить в дар, если нет денег, или нет? Поставьте один, если стыдно. И поставьте минус, если не стыдно. Один – это стыдно, а минус – это не стыдно. Вот у меня один человек пишет, что у вас вход в проект, я работаю в проекте всем миром, вход 105 долларов. Да у меня даже, у меня жена беременная, нам вот смесь даже купить не на что. Вы говорите про какие-то 5 долларов. Ну, наклепает ребенка, то ты смог свою пятичку присунуть, а смесь купить у него денег нет. Нормально, да? Головы нет у людей. Очень стыдно просить. Я Юра дыра или дура? А, я дура. Какой у вас ник интересный? Я тоже ору. Да, Роман, идите. Вам с нами не интересно, а нам с вами тоже. Вот такие люди. А когда им говоришь, приходите в проект всем миром, который работает 6 лет, и я в нем 4 года, они спрашивают, а это сетевой бизнес? Я говорю, да. Ой, не, мне как-то стремно. А просить вам не стремно? Георгий Витальевич, продажники работают? Какие продажники? Не знаю. Да, что я говорю? Вот подойдите на улицу вот к любым людям, и там будет перед вами стоять 10 человек. И спросите, предложите им сетевой бизнес. Я думаю, один или ноль не захотят работать в вашем проекте, какой бы он золотой не был, какие бы золотые горы вы не обещали, к вам никто не придет в сетевой бизнес. И вот интересная психология у человека. Чем зарабатываю? Вкратце, вкратце не расскажу. У меня презентация на стене, 6 минут, не поленитесь посмотреть. Окей. Вот я рассуждала тут на досуге и думала, вот человек всю жизнь работает, ну, в среднем. Смены, конечно, есть разные, кто-то и по 12 часов, но в среднем взять 8 часов, 5 дней в неделю, умножаем 8 на 5, это 40 часов получается. И один месяц отпуска, да. Вот я работала парикмахером, у нас было 2 отпуска, 2 раза в год по 2 недели. Но мы работали 12 часов, работали 12, ну, сутки отдыхали. Получается 40 часов в неделю. И так каждый день до самой старости. Но в сетевом бизнесе не нужно работать 8 часов, 5 дней в неделю. Здесь достаточно работать час-полтора, особенно если у вас автоматизирован ваш бизнес. Если у вас есть роботы, которые прикрепляют пост, прикрепляют видео, прикрепляют картинку и работают за вас, либо на каких-то боксах вы размещаете ссылку, то у вас очень много свободного времени получается. И вы тратите, смотрите, вы тратите всего 1 час в сутки. И вам нужно, например, Георгий пока пошел на дядю работать. И вам нужно обучать всего 1 партнера в месяц. Поставьте плюсики, кому реально обучить 1 партнера в месяц. Вот вы на него, например, будете тратить 15 минут в день. Елена, плюсики. Вот 1 партнер в месяц. Если вы его обучите, то, чего сами знаете. Конечно, вам самому надо расти, чтобы вы знали, и потом свой опыт передавали своим рефералам. У меня 7500 друзей, и почти все из них занимаются сетевым бизнесом, работают в интернете, ведь так? И если обучать 15 минут в день партнера 1 в месяц, он перевмет весь ваш опыт. И потом, в свою очередь, научит своего реферала, также будет тратить 15 минут в день, и научит своего реферала. И он же вам будет приносить деньги, своему спонсору будет приносить деньги. И я ни у кого не упрашиваю, Леонид, у меня с деньгами все отлично. Это они вам нужны. Если вы пришли на эту трансляцию, деньги нужны вам. Еще какой плюс в сетевом бизнесе? Бизнес очень сильно отличается от работы. Работа от слова «ра». Не успеваю я читать, Виталий. Вопрос серьезный, можете спрашивать, если это касается нашей трансляции и сетевого бизнеса. Проекты не рассматриваю, скажу сразу. И если вы будете приглашать одного партнера в месяц и обучать его, вы построите сеть. За год вы ее не построите. Виталий Романов, искусственное дыхание – это не по этой теме. Хорошо? Пишите в личку мне, не на трансляции. Вот. И вы, когда построите сеть за три года, эта сеть будет вам приносить деньги. К примеру, еще какой плюс? Вы из своего города уехали, взяли ноутбук, поехали отдыхать, поехали. Может, вы переехали, продали квартиру, переехали в другой город. Взяли ноутбук и продолжаете вести свой бизнес. Тогда вопрос, почему в дар просить не стыдно тем людям, которые просят в дар, а приглашать в сетевой бизнес стыдно? Почему? Вот такой вот вопрос меня. Это все время возмущает. Я работаю четвертый год 2013 года в одном проекте. Строю сеть. Моя команда около пяти тысяч человек. И не все работают, конечно. Сетевой бизнес в нем выживает пять процентов из ста. Кто говорит, открывайте свое дело, вот у меня к вам такой вопрос. Например, вы открыли свое дело, и вам надо будет 48 часов в сутки работать, чтобы это дело поддерживать. Такой вопрос. Вот вы работаете на вашей работе, я не знаю где. Платят ли вам за вашу работу по многу раз? Поставьте плюсики. Платят ли вам за вашу работу по многу раз? Нас 14 человек. 48 часов не надо. Еще как надо, Виталий? Если вы открыли какую-нибудь парикмахерскую, или салон какой-нибудь, или автомойку, или еще что-то, вам еще надо и камеры ставить, и следить за персоналом, чтобы они себе в карман ничего не ложили. И с конкурентами бороться. Я сама себе плачу. Ну, я не знаю, которая дура, где вы работаете. Виталий Романов. Я стала миллионером за 3 года. Если вы говорите, что я в бизнесе не шарю, не вам меня судить. У меня куплено 3 недвижимости за 3 года. А для тех, кто не верит, я снимала все свои видео и выставляла на свой канал. Как я делала ремонт. У меня 50 тысяч. Я вам больше покажу. Я живу в трехкомнатной квартире, которая стоит 3 миллиона рублей. И миллион рублей я сюда еще вложила, когда делала ремонт. Это уже 4 миллиона. Я заработала 17 миллионов за 3,5 года. Все мои доходы в проекте «Всем миром» вы можете увидеть на моем канале. Набирайте Ирина Агапова и увидите. Я не ворую. Мне люди сами присылают деньги. Так работает система всем миром. А презентация у меня в закрепленной записи. И второй вопрос. Когда вы умрете, будут ли вам поступать деньги? Вашим детям, к примеру. Ха-ха. Ну, кому-то смешно. Да, многие не верят. А кто наблюдает за мной с 2013 года, тот знает. И команда моя знает, которая каждый день видит переводы на мониторе, как приходят. Еще такой вопрос. Если ваш источник дохода иссякнет, сможете ли вы целый год прожить без такового? То, что, например, директор какого-нибудь производства, он целый год не сможет прожить, если его уволят. А я смогу прожить, потому что у меня команда работает, я получаю резидуальный доход. Я развиваюсь в компании Hallward с 2013 года. Это бывший Goldline International. Goldline бывший. Hallward. Всем миром переводится. Презентация у меня в закрепленной записи. И мне за мою работу по многу платят. Да, я могу ответить утвердительно на этот вопрос. Поэтому говорят мне, какой лабудой ты занимаешься, и крутят мне вот так вот. Я им задаю вот эти вот 4 вопроса. В 37 лет я только поняла, что богатые строят сети, а бедные ищут работу. Поэтому, кому интересно, кто хочет развиваться вместе с нами, наша команда самая сильная. Об этом у меня снято много видео. Еще я продаю методику, приглашай, не приглашай. Вы можете прямо сейчас открыть поиск, и в любом поисковике написать методика, приглашай, не приглашая. И вам первое, что выдаст, это наш сайт. Это о многом говорит, что в поисковике она первая. Мы не приглашаем, а люди к нам идут. Вот спросите, как? Я никому никаких рассылок не делаю, я никаких постов не делаю, а люди ко мне идут. Сами. Ссылка у меня в закрепленной записи. Саша Грязнов, денежки надо зарабатывать, а не просить. Не стремно просить? Сетевой бизнес вам стремно приглашать, а просить вам не стремно. Вот мне, например, на месте мужика было бы у женщины попросить денег, да и стыдоба. Дизлайков, целая куча тебе. Кому интересно развиваться вместе с нами, ссылочка будет в закрепленной записи. На следующей неделе я буду проводить вебинары официально от компании вместе со своим мужем и с моими партнерами. Следите за нашими новостями. Всем пока. Спасибо за внимание.